Дорогие зрители большого тест-драйва Машины для богатых В рубрике бывшего употребления Показываются машины для вас Это обманчивое впечатление Что это крутая заряженная бэха Она стоит каких-то нереальных денег Она стоит реальных денег Здравствуй брат Как зовут? Леша, сомнительно что ты в тапках Прада В рубашке Пол Ральф Ральф Лившиц Настоящее имя и фамилию этого человека Наш соотечественник В русской рубашке В косоворотке Ты чем занят по жизни? Работаю Как чиновник Коммерсант Зам генеральной строительной компании Что состройка вообще сейчас в стране? Глобально что происходит? Ничего не происходит Строится или строится? Строится парни видите Пустырь строится Брат Значит это какая по счету машина в семье? Если есть семья Нет семья есть Да вторая Вторая Ты на ней постоянно каждый день? Сейчас да каждый день А зимой? И зимой И зимой каждый день? Да вот первую зиму Какого года аппарат? Девятого Девятого Ну что BMW X5 M Настоящее M Правильно? Абсолютно Ребят настоящая M И главная Купил ее в прошлом году? Год назад Почем? Вот важный вопрос С рук купил Ребят И на самом деле Сегодня мы будем разрушать С помощью нашего главного героя Огромное количество мифов Которые существуют в виртуальном пространстве Которые касаются конкретно Этой модели автомобиля От баварского производителя Нет ты не оборачивайся Она еще с нами Сколько отдал-то за нее? Да повезло Отдал недорого Ну? Миллион семьсот Ребят Миллион семьсот За миллион семьсот Сегодня не купишь Какой-нибудь Hyundai Tucson В достойной комплектации В недостойной В недостойной В недостойной Единственное что конечно Киа Sorento Prime Я этот узнавал Покупает наш коллега Два миллиона шестьсот тысяч рублей Он нам больше не коллега Да Значит брат Но когда мы видим заряженные тачки Да Особенно бывшее употребление И зная даже на примере пресс-парка Где мы берем На тест новые Как бы заряженные тачки С пробегом Ноль Двести Две тысячи Ну в крайнем случае Восемь тысяч километров Машину Мы понимаем Что вот те же например Журналюги И эксплуатируют эти тачки зверски Может быть владелец Потому что это не их тачка Да Может быть владелец более Так сказать Гуманный был перед тобой Да сколько было владельцев Этой машины? Один Один Может быть гуман Но все равно Когда человек берет М-ку Да Значит он ее хочет насиловать Насиловать И вот как ты решился Взять бэушную машину Ну явно Такую зверского Спортивного характера Как ты решился? Что у тебя было до этого? Я Рейндж Ровер Рейндж Ровер Так А эту? В старом кузове? В третьем кузове Эта машина на твоих глазах Старела Ты видел ее? Нет Просто случайно? Да А как? Да это случайно Как ты убедил себя Что ее можно брать Что она вся там внутри Не переколошмачена Потому что главная проблема Как только ты вбиваешь в Яндексе BMW X5M E70 Это полуоси И вот у меня вся голова Забита этими полуосями Что за полуось? Блин Привода задние В основном задние Хорошо К этому мы вернемся Но как ты убедился Что эту машину можно взять? Ну я давно хотел М-ку купить Не было варианта хорошего Потом Ну просто психанул Один раз мы с семьей В две машины не поместились Поехали на Новый год Да Нужна была машина больше Надо было дедушку сбросить Долго хотел X5 взять Но хотел именно М-ку М-ок не было нормальных Ни одной на рынке И Купил Рейндж Ровер Поездил на нем Психанул Купил Рейндж Ровер Взял Рестайловый В Вестминстер Так И Спустя какое-то время Чувствую Что я пенсионер Как будто езжу Не нравится мне Именно Рулежка На машине Так машина Идеальная Вообще была Во всех отношениях Не ломалось Ничего Без луж Масла Правильно Абсолютно Дизельный 3.6 Был Очень надежный двигатель Так И Потом просто Она мне случайно попалась У одного Богатого дяденьки Она стояла Какой-то Седьмой или восьмой По счету машины И какой у нее был пробег? Пробег у нее был На тот момент 18 тысяч Ну Хотя конечно есть Я знаю журналисты Которые могут и за 2 тысячи угромиться Год машины Девятый Девятый год 18 тысяч То есть за 6 лет машина прошла Там ну в год там по 3 тысячи Ну главное что это Главное что в конюшне Это была не последняя Не первая машина И значит дяденька был богатый То есть наверное Ну давайте посмотрим Значит смотрите Первое Сеня не подходи близко Первое что бросается в глаза Высота тачки Ни один X5 серийный Нельзя вот так вот По троечному По X3 Знаете шутку из детства На кого можно положить Кого? Этот как его Руку Руку Вот На карлика? Нет На осла? Нет ну ладно Я потом вам расскажу Не в этой программе Нет на самом деле Наш главный герой Занизил да У нас здесь Пружины да другие? Пружины Эйбах На Эйбах поменял Минус 25 И задняя И задняя пневма Тоже минус 25 Программа Короче ребята Минус 25 Ну смотрите Вот ребят Когда у нас всегда Всякий раз Был пятый И там и X5 Да и в прошлом кузове И совсем новый В отличие от трешки Да к X5 Всегда была претензия Немножко сарайстость присутствует Да в пятерке В обычной Он валится немножко в сторону Ты получается все это убрал Да А ты потерял в комфорте? В комфорте нет Но на неровности Там полицейский лежачий Жестковато Если активно проезжать Поехали дальше Ну у нас обвесы правильно У нас диски Сколько кстати говоря стоят Оригинальные М-очные диски? Ну вот с этим шильдиком М Да Вот этим небольшим Да Ну если у дилера покупать Ну приблизительно 200 рублей колесо 100 рублей колесо А резина зимняя Сколько стоит на него? Вот она же разная Да по ширине Передняя и сзади Да разноширь Вот этот комплект Летний стоил 76 тысяч Разноширь Вот еще одна причина Проблем с полуосями Разноширь Точно? Точно Вот люди пишут об этом А покажи где находится полуося Ну они там Полуося внутри Там А внутри Мы не увидели полуося У нас не видно значит Что не страшно правильно? Багажник Багажник У нас семейный Человек правильно? У нас есть вот здесь Разделительная Она нажимается вот так На нее нажми Не 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 на кнопку А прямо на нее Да Вот У нас здесь детское кресло Ну багажник достаточно просторный В этом плане Всегда Х5 кузов Сам по себе Был предпочтительнее Чем Х6 Хотя Х6 На наш взгляд Серега Всегда рулился лучше Да Был более сбитым автомобилем И в этом кузове Уже и в новом кузове Ну посмотрите Качество материалов Для автомобиля Девятого года Практически в идеальном состоянии Да давайте так скажем То же самое Качество То же самое У тебя полноценная Или докатка? Докатка Докатка Значит все У нас есть Все привод Электрические Задние двери Давайте посмотрим Какое количество Ух ты Белый Мы же не видели До текущего момента Что белый И сейчас не видим Ты смотри Мультимедиа На самом деле Белый Да понятно Такой сероватый А скажи Мультимедиа у тебя родная? Да Все родное? Вот это родное? То есть кроме подвески Ничего не делал? Ну как Конечно делал Делал Сейчас подожди Так А это и уши родные? Нет Это наушники Ребенок ездит Ребенок ездит Ему не нравится Смотрите Какой дорогой Кожаный Санхайзер Да Мешок Слушайте Ну кожа Посмотрим Что там На водительском месте Ну вот для задних пассажиров Да вы видите Ну за 18 тысяч Она не могла прийти в негодную Вообще Автомобили с салона Ну вставки карбоновые Железные ручки Класс Слушайте А сколько новая стоит сейчас М-ка Вот такая экспертная? Приблизительно Если тоже на полном фарше Девять Девять? Девять? Да ну нахер Девять Девять Ну что? Ну скидки можно пробить За восемь Да за восемь Слушайте Ну вот эти Минус 25 Чувствуются Потому что Как ни странно Вот это главная претензия Которая у нас Серега всегда была К x5 Да Вот этот сарай И высокая посадка Здесь ее по факту нет Я не знаю Как Серега сядет Как Серега сядет? Ну вот посмотри Вот Мы спросим Когда он сядет Вот Вот посмотри Извините пожалуйста За голые ноги И за отсутствие носков Надо или цепочку вешать брат Или татуху набить Согласен Что-то не хватает Ну вы посмотрите Да вот при нашем росте Вы будете вот Вот так выходить из автомобиля Брат у тебя жовка тут лежит Это еще от богатого дяди Можно потом одну? Да Две три Да Жевательная резинка Из 2009 года Ну-ка Так Не надо дергать брат Там нет этого Там надо было два Не-не-не-не Там крючок Есть крючок? А что за тема брат? Ну это только на последних Позаварах На М А Здесь посередине То есть есть кнопка А Все как положено Нет Сейчас то нет этой системы Так Ну что скажешь Ну что В-образная Восьмерка здесь В-образная восьмерка 4,4 И сколько лошадей? Битурбо В стоке 555 А не в стоке? Не в стоке Сейчас 680 А крутящий? 680 Ну в стоке Крутящий 980 Вот здесь Сейчас А куда тебе сток? Брат Зачем? А сколько она ест Сейчас? 24 24 А если под горку? 25 Слушайте ребята Значит тема Это чип тюнинг был Чип тюнинг Чип был сделан С электро перепрошивали ПП Перформанс Ребята делали С клуба Рамон и Артур Да Им кстати привет Большой передаю Мужчины Спасибо за 900 Крутящего момента 980 980 Слушай Когда-то мой товарищ Товарищ Рост Покупал еще в Питере По-моему Х5 И он рассказывал Следующую тему Говорит Серега Это Рост как раз Да Если 3 литровый мотор Типа 3,5 Тогда с коробкой Все нормально А все что выше Значит коробку рвет Ну это поколение Наверное лет 10 летней давности Наверное Может быть даже больше Есть такая тема Что слишком большой Крутящий момент Он коробкой Не усваивается Ну это как ездить Понимаете Если ты смотришь за машиной Потому что должен понимать Что ты покупаешь Если покупаешь М Значит Должен во-первых Не разбираться Понимать Слабые места Где следить нужно Если ты меняешь Там раз в 30 тысяч масла То в коробке Все нормально Хорошо Что ты еще в ней Поменял уже за год И самые может быть Слабые места За вот этот год эксплуатации Ты уже вот как человек Который погружен в тему Можешь рекомендовать На это обратить внимание Вот сейчас пробег На ней 37 с копейками За этот год Я в машине не делал ничего Кроме замены Двух катушек сжигания И заменил дроссельную заслонку Там вода попала Каким-то образом Сгорел блок На одной дроссельной заслонке И все Ну хорошо В клубе У ребят же есть Наверняка М-ки в этом кузове Самое слабое место Конкретно Е70 Вот с этим мотором У всех по-разному У всех по-разному В основном Там рвут привода Ребят Об этом подробно поговорим Когда окажемся в салоне И когда проедемся Да Потому что Ну на эту проблему Не провода А привода Ну и обратите внимание Да Вот с этой юбкой Ну практически отсутствует Клиренс у автомобиля Ну так По-хорошему Припарковаться конечно В Москве Зимой будет Тяжеловато Ну здесь у нас Ну вот Один айфон 6 Один Свет Ну свет Правильно свет Лед поставил Лед поставил Сколько стоит Лед Ну на сленге Сколько стоит поставить Лед По 100 рублей Фара обошлась 100 тысяч Ну да А ее переделывали Там что-то Переваривали Ну да Их прописывать Надо задние Задние тоже Задние тоже Ну машина была До рестайловой Девятый год А сейчас она Рестайл Получается Круг оптика Там белый свет В салоне Такие И сзади прописали Тоже по сотке Фары Сзади дешевле 80 Обе Обе То есть 280 Только свет Да Сколько Не ругайтесь Я понимаю Сергей У некоторых Столько стоит Новый автомобиль Стоил Пару лет назад До кризиса Скажи Сколько сегодня Эта тачка Стоит Там на том же Автору Ну с Приблизительно Таким пробегом Если машина Не ушатанная Так В хорошем состоянии Да То Супер хороший вариант Там 3-3-300 Можно взять 3-300 За миллион Семьсот Миллион Восемьсот Обманул дедушку Учился дядя богатый Ударили по рукам И забрал машину Нужны были деньги Кризис Ну все Давайте познакомимся С салоном С салоном Автомобиля А ты не боишься Дядя сейчас Посмотрит И придет К тебе И скажет Да Дай еще Миллион Пятьсот Нет Кидай Все Салон Пойдемте Друзья мои Ну вот Что самое Приятное В BMW Что За 7 лет Фактически Которые Прошли С момента Выпуска Машина Вообще Не постарела Правильно Единственное О чем можно спорить Лучше ли смотрится Встроенный Монитор Или Выносной Как сейчас У всех BMW И даже Мерседесов И Ауди Доделают Вот эту Внешнюю Систему Но во всяком случае Все гармонично Руль не потертый Но странно было бы За 36 километров Его и стереть Да Есть подогрев В ноль Есть охлаждение Сиденья Да И подогрев Ну и по большому счету Выдает В этой тачке Ее возраст Только вот этот дисплей Центральный Да И то только потому Что Ну изменения Сев кузова пошли Да Уже Ну и может быть Детали Детали Кнопок Того же Климат-контроля Да Сегодня он Сам материал Чуть-чуть изменился Да И здесь они выпуклые На обычном Они ровно плоские Вот и все Собственно говоря Ребят Ну самая дорогая Наверное комплектация Которую можно было бы Себе представить Да Если мы говорим Об Мке X5 Ну все У нас Задняя мультимедиа Система Видите с разворачивающимся Экраном Вот видите Можно Чтобы не мешала Дополнительная Поверхность У нас Двухзонный Да Ну четырехзонный Получается Четырехзонный Двухзонный для задних Пассажиров Две зоны впереди Все есть С точки зрения Мультимедиа Черный потолок Большой у нас Получается Большой люк Стеклянный Да Да Отлично Слушайте Ну в идеальном состоянии Еще раз повторюсь Очень дорогая кожа Кожаный даже Карман здесь Ну и все то Что должно быть Да В BMW Даже подогрев руля Есть Да Серый Да Нет Так будет шуметь Подогрев руля Подогрев руля Отлично Смотрятся эти вставки Под карбон Ну все И что еще у нас Из Ну из Не знаю Каких-то допопций Ну прекрасные зеркала Как всегда Да Для этой машины И вот ощущение Действительно Да Из-за того что машина Занижена На 25% Да получается На 2,5 сантиметра Вот 2,5 сантиметра И сразу Понимаете Вот в этом В этом автомобиле Это сразу чувствуется Чувствуется Нет Чувствуется То самое Зло Которое устраивает Volkswagen И Mercedes Когда делают Русский пакет Как раз на 2,5 Поднимают тачки Да Которые идут Вашу страну Легковые И ты чувствуешь себя Уже на каком-то Я не знаю На каком-то Аттракционе Ненужном Смотрите Сетки у нас есть Солнцезащитные Для задних пассажиров А значит Кузов Если вы обратили Внимание На цвет Как выяснилось Обработан керамикой Керамика стоит 80 Как задний Комплект фонарей Правильно Ты сам обрабатывал Керамикой Нет конечно У друзей Нет я имею ввиду Не дядя А ты уже Не прошлый владелец Что дает глобально Вот обработка Керамическим этим Гидрофобные Так Свойства От стекла переднее Все замазано Все замазано Вообще все Насколько Это обработка Сколько моек Выдержит Или сезонов Этого хватит Где-то на 2 года 2 года За 80 тысяч Скажи пожалуйста Что с музыкой здесь Насколько хорошая музыка Ну музыка Обычная То у них Лоджик 7 индивидуал Здесь обычный Лоджик 7 Без всяких Там Без этих Премиальных Производителей музыки Ну я как бы Там не жалуюсь Сколько Сколько Ест масла Эта тачка Нисколько Не подъедают За А мы привезли Опять же За этот пробег У меня ушло Четверть деления Я даже не доливал Ребята А мы то начитались На форумах Приготовили Привезли 6 канистр Потому что люди пишут Ест мотор И полуоси Ну что нам надо проехаться Правильно Для того чтобы Почувствовать этот автомобиль Я очень надеюсь Что Сергей Будет аккуратным За рулем Конечно аккуратно Да автомобиля Которые на вторичке Стоит сегодня Вот в хорошем состоянии Три с небольшим Миллион рублей Я буду очень аккуратным Потому что мужчина Работает в строительной фирме А там есть бетон И лапа Да И мы можем закончить Наш сегодняшний обзор Где нибудь На дне На дне Ладоги На дне Яузы Да нет Ну все Поехали Поехали Вы пристегнулись? А пристегнулись Ну что товарищи Ну давайте без резких движений Вот здесь ЕДС Это что? ЕДС Постоянно И в пробке стоишь В МК Да Класс Можно я начну сначала Не в МК А потом сравним Да Не просто мы ездили С Серегой Просто в МК Мне нравится Именно как алгоритм Как коробка работает Вообще Целая машина Короче Ребята Заслонки открыты Главное Переда Значит Теперь нам надо Разобраться С этими Гребанными Полуосями Да Разбирайся Да Потому что там Страниц Сорок Если не Пятьдесят Значит Комментариев Людей Которые Может быть Были владельцами Может быть Были рядом С владельцами Автомобили Е70 кузове Ну Чувствуете Да Автомобиль Во-первых Тяжелый Очень чувствительные Тормоза Да И очень жестко Проходят все-таки Лежащие полицейские Но надо еще Обратить внимание И на типоразмер Резины А потому что У нас все-таки Низкопрофильная резина Вот Короче Полуоси Значит Главная проблема Это то что Эти полуоси Постоянно выходят из строя Во-первых Давай первый вопрос Сколько эти полуоси стоят Если под замену 30 тысяч Одна Одна А работа Ну Работа там Недорогая Ну в общем Около 100 тысяч рублей Да Если мы меняем Давай Теперь те Да Теперь те случаи Когда полуоси Выходят из строя Когда Вот все Они убиваются Значит Ребят Записывайте Рекомендации человека Который 30 с лишним тысяч Проехал за рулем Ну С пробегом автомобиля Уже 30 тысяч Что не нужно делать Чтобы ваши полуоси Были живы Ни в коем случае На мокром асфальте Не так Вполне давить Потому что Не прокручивают Клесо прокручивается Потом моментально Хватает Опять за асфальт И все И в этот момент Конечно Полуоси получает Дикую нагрузку И в этот момент Как раз Они ломают Соответственно Та же самая история Наверное Для льда Там лед Дрифт Как раз Снег Можно давить Как лучше Крутиться на нем Вот это единственный момент Когда Можно там Подрифтить В других случаях Тяжело Дрифтить Либо Вообще там Вода должна быть Ровным слоем Постоянно Чтобы не было Вот этого перехода От воды К абсолютно Сухому нормальному Сцеплению Только что я понял Когда мы проехали Первые 300 метров Зачем Кладут на брюхо Жигули классику Та же тема Ребята Машина совершенно По другому Идет Конечно Но мы не в М режиме Да? Не Мы в обычном В обычном Ребят Ты в любом случае Ты понимаешь Что и под капотом Есть эти 980 ньютонов Крутящего момента И V-образной восьмеркой Мы продолжаем Про полуосемь Да Значит это первая история Вторая Они очень часто пишут о том И жалуются Что при отключении Всех электронных помощников Опять же происходит Вот эта история С полуосями Ну там все равно До конца нельзя Отключить Все равно машину Помогать Помогать, да? Значит это вторая история На выходе с поворота Нельзя давить А вот Вот смотрите Обратите меня Выход из поворота Нагрузка на внешнее колесо Идет Заднее Опять же Выбивает Ну раз Вот перед нами едет Родственник Ну по классу МЛ-ка Или КЛАЕ У тебя когда-нибудь Стоял выбор Между Бэхой И Мерседесом? Нет Никогда не стоял А как ты Встал на сторону БМВ? Почему? На эту сторону Баррикад Всю жизнь на них ездил А какое у тебя Отношение К этому однокласснику? Для кого Мерседес? Конечно Езды на МЛ-ках И на обычных там ежках Мне не нравится Посадка Сидение не нравится Ну и МЛ-ка Примушка вообще Трясет Вот БМВ Другая история Вот этот комфорт салон За него можно Только за него можно Но не дьявол Отдать душу Правда, брат? Нет Отдать миллион восемьсот Хорошему дяденьке У которого Это восьмой или девятый автомобиль Хорошенькому дяденьке Да Значит И По лакокраске Вообще Есть ли какие-то проблемы По кузову Давайте сначала Про трансмиссию Еще спросим Про коробку Очень многие Жалуются Опять же На Постоянные проблемы С коробкой Если у тебя Какие-то проблемы С коробкой Если за ней Среди детей Масло регулярно Меняют Не слушают Рекомендации Производителя Тут Стоит Учисто Стопка Производитель Пишет В мануале Что Замена Масла От Восьмидесяти До Сто двадцати Ты меняешь На тридцати Да Каждый Тридцать Трансмиссионное Масло И все И проблем Дагбит Сгоревшее Масло Не будет Не коксится Там Внутри Из-за этого И функционы Тоже Подольше Объезжает Видите Серега Лужи А слушал Про полоси А это Сотня Это сотня Сел за руль Икс пятого БМВ Е70М Все Заехал В лужу Сухая Минус сто тысяч Значит Ну и Звук Обратите внимание Ребята Звук в этой машине Конечно Особенный Другой Другой Даже Может сказать Сейчас Сейчас Иной звук Ну и в который раз Мы с Серегой Убеждаемся Что главное Если мы говорим Про спортивный Заряженный автомобиль А это все-таки Спортивный автомобиль Для особенной категории Людей Это Человек Который находится В водительском кресле Правильно Тот человек Который эксплуатирует Эту тачку Слышите Как Выплевывает Из себя А какой 95 или 98 Заливаешь Только 98 98 БМВ На всех заправках Да Великолепно Обходить стороной БП Так Ну Лью Лукойл И Газпром Как ты В крайнем случае Как ты Значит Поступаешь Со штрафами Которые Приходится Оплачивать Как часто Сколько Месяц У тебя в бюджете Выделено На штрафы Не знаю Не считал Но провоцируется Слава богу Есть 50% Скидка Если оплачиваешь В течение Какого там Срока В течение 27 Слушай Ну у нее нет пределов Да Конечно Включил Включил Но ты Обозрешься Раньше Чем Чем Появится Отсечка Чем Он Начнет Тупить При разгоне Вообще Скажи Пожалуйста Ты доволен Динамикой Уже На скорости То есть Когда идешь Выше сотки И тебе Надо прибавить Вот в этот момент Да конечно Поворачивай Ну После того Как После переделок Всех Ребята Когда мы Сделали машину Прошили Спорткаты Поставили Мы ее Занизили Мы знаем Только Карты С голыми Женщинами Выхлоп Поменяли А чей выхлоп Кстати говоря Кто сделал Выхлоп Банки Поменяли Поменяли банки Поставили Ребят Сколько новых слов Там и Серега И узнали Сегодня В этом выпуске Большого Автомобиля Жизнь Остальных Транспортных Средств Они Замирает Вот в этом Конечно Самое большое Ты абсолютно Уверен За рулем Во всех Маневрах Хотя Сегодня Мне тут Кстати Товарищи Будьте Осторожны Приходил К нам В гости Как-то Мужчина Который Занимается Обработкой Сигналов Как раз От камер Фиксации Дорожно-транспортных Нарушений И сейчас В Москве В тестовом Режиме Идет Обкатка Программ Которые Сами Фиксируют Опасное Вождение Агрессивную Езду Параметры Пока Неизвестны Потому что Насколько Я помню В законе Каковы критерии Да В законе Это описано Мутно Но в любом Случай В этой машине Когда ты Находишься За рулем Ее Та уверенность Которая Ненадуманная Которая По факту Есть При управлении Этой машиной И запас Ее мощности Качество Сцепления С дорогой И в целом Прогнозируемость Ситуации На дороге Когда ты За рулем Этой машины Со стороны Наверное Хотя кажется Что ты лихач Сумасшедший Потому что Ты можешь Делать Змейки Какие угодно Со стороны Кажется Дебил Едет Придур Несется А ты Адский Водитель Или Спокойный Было Такое Что в тебя Стреляли Из базуки Не знаю Тут было Сообщение Что Двойник Лепса Из автомобиля Audi Q7 Плевал А точно Двойник А черт его знает Есть у Лепса Q7 Не знаю Или он только на Bentley Поменит Или на чем Так Ну что Давай поменяем Севаныч Потому что Мне кажется Звучит даже На низких оборотах Послушайте То есть На высоких оборотах И на высоких скоростях Абсолютно другой звук Очень хорошо Что неутомительно Потому что Когда Мне на тест Дали Первый Появившийся В стране Х6 Вот первое Самое поколение Мне дали на нем Проехать Вот он только появился Два часа до дома От аэропорта И там была история Какая Что они вот в этом месте Здесь остановись Да 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 Под коробкой Условно говоря Да Облегчили звукоизоляцию Шумоизоляцию Да Чтобы как бы Рев турбины Доходил до тебя отсюда Здесь Звук весь идет сзади Да Причем Когда ты не насилуешь мотор Звук очень комфортный И очень такой Звуковой комфорт большой Да Но в той Но в том автомобиле Вот с базовым движком Там история была какая Звук охерительный Но езды БМВшной Вот в той машине Не было вообще К сожалению Да Что-то Что-то ожидаешь От звука Здесь он абсолютно Честный Да Я так понимаю Звук тоже Эти банки стоили Наверное штук 60-70 Недорогие Точно А я эти немцы Они не хотят больше Ладно Иванович Давайте поменяемся Откройте дверь Потому что здесь Детская блокировочка А место для детей Посмотрите Кстати Даже вот за Серегой Я сижу И достаточно места Перед ногами Сейчас они исчезут Серега Щелкни замок Чтобы потом вылезти Я щелкнул замок Ну что Абсолютно могу сказать Что в тачке комфортно Потому что Она Действительно стала Всего лишь каких-то Вот два с половиной сантиметра Вот женщины часто говорят Ну там Ну не двадцать Да Да нет Чаще это мужчины говорят Нет Когда в душе смотрят на других Ну не двадцать Да Но два с половиной Это имеет значение Ребята Да Для общего ощущения Серега поездил в спортивном режиме Да Давайте вот просто в гражданском Оценим Насколько эта тачка Ну Будет Ну она конечно Она конечно заводит Да Будет городской Но цена на полуоси Заставляет тебя Все таки к тачке Относиться уважительно И бережно Правильно Бережно Просто надо избегать этих моментов Да Да И полуоси будут жить Ну я помню буквально месяц назад Что ли Фотографию М-тройки В одном из северокавказских городов наших Где люди приехали в салон Забрали машину Не успели доехать до ГИБДД Чтобы номера получить Государственные регистрационные знаки И попали в ДТП И убились Насмерть Ну не насмерть Но просто вот просто ушли В какой-то поворот входили Просто вот на трешке М-ке Ну больше никто не пострадал Больше никто не пострадал Но это к вопросу о том Что ты покупая этот автомобиль Должен понимать С чем ты сталкиваешься Ну это история ближе уже Вот к той самой Бентли Грубо говоря Да Под названием Бентайга Там конечно Ну скажем так Ощущение более сумасшедшее Может быть здесь они Более контролируемые Да При езде Потому что машина занижена И изначально спроектирована Она тяжелая Да Она массивная Она рассчитана На эту езду Да Потому что все-таки Когда вы делаете Из гражданского Супер универсала Грубо говоря Спортивную тачку Да Ну до конца Сообщить водителю Вот Ощущение защищенности Не получается Все-таки Так сказать В Бентли Бентайга Более такое Рискованное вождение Это более тревожное Нет Здесь ты все понимаешь Сама подвеска Ее настройки То как эта тачка рулится То как она стоит Цепляется за дорогу Все-все тебе дает понять Что слушайте Ну давайте вот без этих Да Без лишних телодвижений Сколько ты в день Проезжаешь километров Ну в среднем Да немного Из дома до офиса Из офиса домой От обычных Ну вот эта машина Для тебя как Сейчас Это кайф такой Постоянный Который с тобой Между дневным Кайф конечно А нет приедания Нет И усталости от нее Вообще Нет Сколько у тебя в среднем Машина вот в твоем Пользовании находится Ну кроме пенсионерской Рейндж Ровера Которую ты А я продал Три Два Пять Три года Бывает Эту ты когда соберешься Толкать Это умрет Вместе со мной То есть ты все-таки Изнасилуешь ее Да Но я не изнасилу Не буду Люблю машину Просто А брат А какое ощущение Вот сотрудников ДПС К этой тачке Они Машина заметная Останавливают Конечно Вопросы задают А ты Отвечаешь? Да Отвечаю Уже С помощью машины Уже много знакомств Полезных Завел На дороге В разум А как семья Относится Вот к этой машине Они Не волнуются За тебя Но ты не чувствуешь себя Таким потенциальным Мотогонщиком Вот я знаю За мотоциклистов Домашние очень беспокоятся И правильно Потому что Как бы риск постоянный Да Есть какой-то Определенный В мотоцикле Он конечно Более существенный Потому что Ты меньше защищен Но тем не менее Эта тачка Все время тебя провоцирует Скажи брат Семья тревожится Семья нет Почему? Ну сын со мной И любит ездить Всегда Сколько ему? Давай давай Ему 4,5 И дает Давай давай газку Да Эту машину обгоним Эту машину Давай быстро поедем Сын тоже Любитель То есть воспитываешь Блин Давай давай Иваныч Да 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 Девочка Абсолютно Да Другие ощущения Не ну смотри Хочется Хочется быстрее Я жалею Жалею что Иван Жалею что у нас Нет к сожалению Нормальной трассы Рядом с нашей Съемочной площадкой Потому что конечно Эта машина Создана не для города Потому что В городе До 60 кентров в час Ну грубо говоря Доли секунды решают До скольки Потому что Не успеваешь оглянуться Тут уже 120 на спидометре В принципе К сожалению А ты не ездил Не выезжал На трек На специализированный Я не знаю Ну на треке ему делать нечего Даже после занижения Германия Седаны Германия Съедают на треке А что Германия Германия Далеко это автовозом Вести машину Ну это конечно Ну а в принципе На загородной трассе Как ты с ней сядешь На загородной трассе Король дороги Только Газ нажимаешь Там уже 200-240 Он прям быстро набирает 200-240 быстро Дальше уже чуть-чуть С пробуксурочкой До 300 Слушай Ну помнишь Мы же ездили на бэхах Это x6 x5 были По автобану Это ну как раз уже В этом же кузове Да Но только Германия В Германии И мы разгоняли До 300 Да До 300 290 Я четко помню Эту цифру Но просто идеально Машина По этой идеальной дороге Но и машина Сама идеально стояла Да И не было вот это Ощущение страха Который присутствует Когда ты находишься В автомобиле И который передает Транслирует тебе Как веселкий И говорит Неуверенность Некую за рулем Вот женщина Вот ты Значит Главная ошибка Как мне кажется Маркетологов БМВ Ты коза Слышишь серый Да Что они Начали популяризировать Этот цвет Да И появилась возможность В гражданский автомат Просто заказать Заказать цвет Но Но конечно Не из дешевых удовольствий То есть В досточтенное время Курса Там Когда доллар был 200 тысяч Да стоил цвет Этот Ну а что С другой стороны Ну цвет Ну хочется Человеку цвет Пускай Все равно Всем вокруг Ясно Что где Настоящая Магет Цвет Просто Ну специалисты Это понимают Слушайте Ну отличные впечатления Оставила машина Но самое главное Один из самых Один из самых Свежих аппаратов БУ Правильно Учитывая возраст Ну и самое главное Что мы наконец Развенчали этот миф Про полуоси Вот ребят Живой автомобиль Да С полуосью С одной И с другой 37 тысяч километров И с живыми полуосями Правильно Да За 37 тысяч В машине Не делали Походов Это к вопросу Это к вопросу О том Насколько Можно найти Хороший автомобиль Если задаться Целью найти Не ну а как найти Мужчина Сяно нашел Не на автору Ребята Не на автору А просто Не на автору Ну так он нашел Дяденьку Такие дяденьки На автору Объявы не будут Тискать Правильно Да Значит что Заводите знакомство Как всегда в России Рулит блат Друзья мои И самый волнующий момент Для участников Нашего шоу И для нас И большой тест драйв Бывший в употреблении Наконец то Вместо Ну скажем так Той бодяги Которую люди Вынуждены лить Потому что Не уверены В аутентичности Масло Которое поставляется На рынок Особенно Людей южных регионов Да Где как нам Стало известно По результатам проверки Порой до 80% Продается Контрафакт В фирменных банках Вот Вы видите Мы вынуждены Прятать Настоящее Синтетическое Чтобы не срисовали Этикетку С кадра Ты так Боком Вот так поставь Да А то вы знаете Крышку срисуют Уникальную Этих умельцев Значит что отличает Синтетическое масло Лукойл Дженезис В этих прекрасных Канистрах От контрафакта Ребят Впаянная Значит Этикетка Так Номер Номер индивидуальный Индивидуальный номер И самое главное Вот видите Эта крышка С системой защиты Самое главное Это само качественное масло Которое внутри Этой банки Находится Ребята Которое сертифицировано Более чем В трехстах Компаниях Получило 300 сертификатов А если вы хотите Подобрать масло Конкретно для вашего Автомобиля Конкретно для вашего Типа кузова И двигателя Заходите на сайт Лукойлдефизмасла.ру Там же есть телефон Горячей линии Для каждого Из регионов Нашей страны Что реально Для типа кузова Есть масло Да конечно У тебя седан Офигеть Седан А для универсала Другое Круто Итого 600 типов масла Сколько литров Во первых Ты льешь маслом В этот двигатель Восемь Девять Почти Восемь с половиной Под завязочку Под завязочку Десять литров Как часто ты меняешь масло Каждые пять тысяч Каждые пять тысяч Почему так часто Чтобы движок Долгый жил Все таки масло Как мы напомним Тем более на таких Спортивных И с такими Масло мы напомним Давно уже Составляющий Деталь Вашего двигателя Правильно И если эта деталь Такая же как Поршень Шатун И как гига поршень Который всегда с вами Ну мы вот знаем Что поршень и шатун Есть Брат у тебя крепкие руки Ты будешь держать обе Спасибо Двойня Хотите стать главным героем Наших выпусков Бывшего употребления Пишите PRSovacobetadrive.ru Ну и теперь Главная рекомендация От владельца Е70 кузова С индексом М Если вы вдруг Решили купить себе Этот автомобиль Где найти Необходимую информацию Вся информация На BMW На форуме В ветке Где XM Все сидят Ребятам с форума Огромный привет Если бы не вы Не та информация Которая хранится на форуме Все разжевано Пережевано 10 тысяч раз Если все Все прочитать То вопросов не будет Купите машину Будете знать Что смотреть И куда смотреть Давайте еще раз Напомним Что вот эта Конкретная тачка Это аппарат Действительно Не из серии Для домохозяйки Это машина За которой надо Ухаживать Как сто лет назад Когда машина Была удовольствием Только для профессионалов Для специалистов Это настоящий Профессиональный автомобиль Ты профессиональный Я так понимаю Бетонщик Каменщик Правильно Строитель И профессиональный Пользователь X5L Правильно Правильно Ну спасибо тебе огромное За интересный рассказ С полуосями разобрались Иваныч по традиции Должен сказать Блин пожалуй Это лучшая тачка Которая у нас была За эти 10 лет Пожалуй Это лучшая тачка Которая была у нас За эти 10 лет Отрежьте и клейте В любой выпуск Давай брат Счастливо Счастливо Давай 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 Вот это кайф Большой Центрай Друзья 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 Друзья